Я Гребникова Тамара Васильевна, управляющая ТСЖ генерала Попова, который находится на правом берегу. Мы заселились в первую очередь в дом в 2006 году, он был сдан в 2005 году. Вторая очередь, соответственно, сдана через год. Вторая очередь начала страдать в первую очередь, сразу протечка крыши. Девятый этаж заливала, лестничные площадки заливала, у людей пошел грибок, и мы попытались мирным путем договориться с нашим застройщиком о Казмин, в лице директора Кузнецова Алексея Федоровича, об устранении недостатков строительных. Нам было все отказано со словами, что только после независимой экспертизы. Мы обратились в суд как ТСЖ, но господин Кузнецов ухитрился нас ликвидировать как ТСЖ, то есть нет ТСЖ, нет и ИСЦА. У нас истекал уже гарантийный срок, и поэтому мы, активисты дома, собрались, и мы подали от собственников дома. Решение суда вынесено 30 декабря 2011 года по недостаткам. Это, значит, канализационные трубы, которые Кузнецов ухитрился на высоте двух метров, сделать в трех местах под прямым углом, под 90 градусов. То есть мы страдали от неправильно сделанной канализации. У нас каждый месяц происходили засоры, мы обязаны были вызывать аварийные службы. Каждый вызов – это все деньги, это неудобство собственников. Опять же, это крыша, которая уже потекла и первая очередь, и первые, вторые, третьи, четвертые подъезды. У людей вода просто уже лилась в квартирах, это испорченная мебель, это обвисшие обои, и все в этом духе. У нас очень большие деньги по проекту были заложены в благоустройство дома. Абсолютно никакого благоустройства у нас не было. И заявленные 26 пунктов в суде после независимой судебной экспертизы мы выиграли по 20 пунктов. Кузнецов, после получения исполнительного листа, Кузнецов написал письмо судебным исполнителям о том, что он активно работает. Но никакой работы не было. Выполнил два незначительных пункта и на этом успокоился. Мы очень много обращались и письменно, и устно, и ездили лично к судебным приставам. Нам передавали от одного до другого. Никакого толка не было. И он у нас за это время ухитрился разобрать вентиляционные шахты. Дело в том, что у нас в доме индивидуальное отопление. Это очень опасно для жизни людей, потому что это газ, это непредсказуемое действие. В таком виде, в разобранном виде у нас это все стоит. Хотя у нас есть гарантийные письма от господина Кузнецова с личной подписью о том, что он до такого срока, до такого срока он обязуется все это сделать. И ремонт частичной крыши, и дымоходы вентиляции привести в порядок по проекту. Ничего этого не сделано. Приставы просто расписались своей безысходности, и никаких дел у нас на доме не делается, никакие работы не выполняются. И в настоящий момент мы делаем кровлю полностью, переделываем кровлю сами. Нам это вышло, эта кровля, у нас 1600 квадратных метров получается, нам это вышло в 900 тысяч. То есть на сегодняшний момент мы остались, ну, счет у нас остался голый. И мы еще не заплатили, мы еще должны 300 тысяч за выполненные работы. Мы бы очень хотели, чтобы как-то изменилась работа приставов, и приставы не расписывались своей безысходности, некомпетенции. Потому что если есть решение суда, есть исполнительный лист, значит работы должны проводиться.